Раим Краст, бывший военный, в Рязани он приехал вместе с друзьями и коллегами. Все они, 76 человек, увлекаются военной историей. В Россию Чехов тянул уже давно, ведь в Великой Отечественной войне страны бывшего СССР сыграли немалую роль. Для себя мужчины составили маршрут. Мы проезжали в Белоруссию, побивали в Минске, из Белоруссии въехали в Россию, в Брянск, поехали в Москву, в Москве пробивали где-то 4 дня, посмотрели все достопримечательности в Москве и из Москвы через аэропорт, музей, авиации, Монино доехали до Рязани. Это маршрут по городам, которым присвоили название город-герой. Это было 5 городов, Минск, еще будем в Бресте, Смоленск, Москва и Тула. Хоть у группы туристов есть экскурсовод, многие достопримечательности они обходят сами. Некогда военные, просто увлеченные военной историей фотографируются у главных исторических памятников города. Они хотели посетить и главную для себя достопримечательность – музей ВДВ. Но 4 октября здание закрыто на реставрацию, поэтому маршрут чуть изменился. Но цель осталась прежней – пройтись по улицам Рязани, место, у которого нет статуса города-героя, но есть богатая история. Рязани мне нравится, но мы здесь минуту. В туристической группе как мужчины, так и женщины, а также необычные путешественники. Это Роман и Яромир. Они геокетчеры, увлечения, немного выходящие за рамки туризма. Геокетчеры оставляют так называемые трежа, то есть сокровища в разных городах и странах. Это может быть открытка, сувенир или другая приятная мелочь. Ловец прячет ее, оставляет географические координаты на специальном сайте. Как только другой геокетчер находит сокровище, он забирает его и оставляет что-то взамен. Такое сокровище есть и в Рязани, и Роман с сыном его нашли. Раньше мы были простыми туристами, но нам этого не хватало. И несколько лет назад мы стали увлекаться геокетчингом. Охотились же сокровищами и исследовали города. Сначала ездили по Чешской республике, а потом и по всему миру. В России мы впервые. Сегодня в Кремле они оставили открытку, написали на ней свои имена, сфотографировались и обновили информацию на сайте. А затем пошли дальше, вместе с бывшими военными и историками изучать современную Рязань. Город, который практически не коснулась война, но солдаты которой сыграли в ней не последнюю роль. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.